Крыши текут, дома разваливаются, квартиры топят канализационными стоками. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Вдох и не дышать. Жители дома на Ползунова около 10 лет страдают от нечистот в доме. Каждый вдох – дерьмо, каждый вдох – дерьмо. Ну это просто невозможно. Кручу, верчу, запутать хочу. Жители дома на Панфиловцев считают, что управляющая компания сомнительным способом заставляет подписать бланки голосования. Они сказали, вы отсутствовали на собрании, поставьте свою подпись, что вы отсутствовали на собрании. А другой бабушке они сказали, да вы вот здесь вот распишитесь, это вот за лифты. То есть они вводят в заблуждение. Вы можете представить свою жизнь без освежителя воздуха? Вот я – да. Думаю, и вы тоже. А вот жителей на Ползунова один нет. Освежитель воздуха и помогает спасаться от смрада. Дело в том, что людей регулярно топят канализационными стоками. Моя крайняя квартира, седьмая, живу как на вулкане. Не знаю, завтра проснусь, будет ванна полная дерьма или нет. Я в таком состоянии жила четыре месяца. Ванна, пол, пол на кухне. Жуткий амбре стоял, что невозможно уснуть дома. На фото не популярная грязевая ванна, а фекальная. Год назад квартира Светланы Сареевой превратилась в канализационную яму. Продукты жизнедеятельности всего дома хлынули к ней. В ванной почти колодку в воде стояла. На полу вода, полные унитазы, пол в ванной, дерьма. И на кухне, потому что соединен у меня кухня и туалет, на кухне тоже вода стояла. Светлана неоднократно вызывала сантехников. Не сразу, но специалисты УК откликались на вызов. Меня затапливает, я вызываю неделю. Они приезжают два дня. Два дня ситуация, я все выгребаю, все это хорошо. И через два дня опять такая же ситуация. Стойкая амбре преследует всех жителей дома. Причина – ветхая канализация. По словам жителей, ее должны были реконструировать еще в сентябре прошлого года, но чудо не произошло. Сейчас Светлана боится, что четырехмесячная борьба с фекалиями повторится вновь. То есть он набирается и степень. Обычно он хорошо уходил, если там все в порядке был, работал с лицом. А сейчас набирается полный унитаз и уходит медленно. То есть это уже не нормально. Нормально – это когда просто смывается, он и все держится вот это вот на одном уровне вода. Когда там уже засол, то оно как засасывает там. И получается в коридоре все льется под дом. Вот под этими досками там обычно происходит засор. Постоянно вызываем сантехников. Старый жилой фонд, в частности двухэтажку на Ползунова, обслуживает УК «Старый Барнаул». Руководитель компании пояснил, что провести ремонт в прошлом году не получилось. Не хватило средств. На доме висит большой долг – больше 60 тысяч рублей. Это только то, что касается содержания жилья. А для реконструкции как раз примерно и уйдет 1050, чтобы нам вскрыть полы, нанять людей, которые всю вот эту массу уберут. Людей мы нашли, сейчас дело дело. Если бы, ну мы понятно, это все сделано, найдем деньги в течение двух недель. В течение двух недель обещают реконструировать систему канализации. Если этого не произойдет, коммунальные эксперты советуют следующее. Если это не срабатывает, не помогает, и управляющая компания не реагирует, то стоит обратиться с заявлением, соответствующим в органы государственной жилищной инспекции. Также не мешает написать жалобу в органы прокуратуры для ускорения работы. И в Роспотребнадзор тоже можно обратиться, потому что такого рода протечки канализационных стоков, они могут повлечь на риски возникновения и нарушений санитарного режима, и эксплуатации жилых помещений. Это опасная история. Сейчас жители стараются хоть как-то спастись от неприятных запахов. Кто-то не расстается с туалетной водой, кто-то высаживает как можно больше цветов на придомовой территории. Правда, и это уже не спасает. Жители уже давно забыли, что значит дышать полной грудью. Каждый вдох – дерьмо, каждый вдох – дерьмо. Но это просто невозможно. Насильно мил не будешь – общеизвестная фраза. Вот только живут под таким девизом далеко не все. Так жители дома на Панфиловцев возмущены тем, что их заставляют забрать деньги на ремонт дома из фонда рекоператора и отдать их управляющей компании. В начале июня у нас появились сообщения на подъездах о том, что планируется проведение очно-заочного собрания. И одним из пунктов голосования был перевод денежных средств со счета регионального оператора на специальный счет нашей управляющей компании. Именно этот пункт и стал яблоком раздора между жильцами дома на Панфиловцев и управляющей компанией «Эталон». Людям объяснили, что перевод средств со счета рекоператора на счет управляющей компании необходим для оперативности, чтобы быстрее осуществить капремонт на доме. Однако аргумент не убедил жителей. Они искренне не понимают, зачем нужно отдавать накопленные 8 миллионов рублей управляющей организации, кредит доверия которой исчерпан. Когда наш дом попал по программу «Комфортная среда», после окончания работ, собственники должны были подписать акты выполненных работ. Поскольку было очень много существенных недостатков, мы этот акт не подписали. Но, однако, управляющая компания подписала этот акт со своей стороны. Эти все недочеты не устранены. Напомните, какие? Конкретно у нас неправильно положен асфальт возле подъездов. То есть, когда ты выходишь, ты оказываешься в луже. Вот бордюры, вот эти ограждения, они все разварились и торчали металлические конструкции. Жители не против собрания и голосования. Но вся процедура должна быть максимально объективной, настаивают они. Что делают наши представители компании? Две дамы ходят. У меня есть видео, как они ходят по подъездам. Значит, одним собственником, я могу дать номера телефонов этих собственников, они сказали, вы отсутствовали на собрании, поставьте свою подпись, что вы отсутствовали на собрании. А другой бабушке они сказали, да вы вот здесь вот распишитесь, это вот за лифты. То есть, они вводят в заблуждение. Я пошла в магазин, они меня хап, дорогой, две женщины. Вы вот на собрании, если не были, то вы должны подписать. И я говорю, нет, я подписывать ничего не буду. Во-первых, я должна знать, что я подписываю. В управляющей компании заверили, что они ни в коем случае не заставляют людей подписывать бланки. Чтобы средства перевели на счет управляющей компании, нужно большинство голосов, больше 70%. Набрала ли их обслуживающая организация, узнаем уже в конце этой недели. А пока голосование продолжается, некоторые жители уже всерьез задумываются о смене УК. Ведь нынешние они по-прежнему не доверяют. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok